Привет, ребята! Вы знаете, что команда Na'Vi очень уникальная. В последнее время они нас хорошо радуют и даже удивляют своей игрой. Но иногда это бывает приятное удивление, а иногда разочарование, что всё так плохо, зачем я ставил против или за Na'Vi. Но всё же это легендарная команда, о которой знают многие. Как вы знаете, у меня есть команда по CS2 и у всех 3000 л, давайте для них соберём инвентарь. Ну и в частности стоит отметить, что у легендарного игрока Симпл долгое время был АВП Азимов. Та и у Кениса, помните, Magic Stick он назывался. Так вот, я хочу сегодня попробовать выбить АВК для снайпера в команде. И это было бы вообще великолепное ощущение, потому что Азимов выбить достаточно сложно. Но, возможно, я тысячу раз выбивал его на элитном майнинге, либо на обычном майнинге. Но давайте на элитном, потому что тут шансы чуть побольше будут, и волатильность слота высокая, ребятки, стоит отметить. Тут вы часто можете выбивать Калашик, М4, но Азимов АВП именно это сложная часть нашего дуэля с сайтом. Поэтому давайте же пробовать. И если не получится, так сказать, выбить на элитном Азимов майнинге, то мы перейдём на другой. И давайте же вот последний раз откроем, потому что, как мы видим, он у нас жёстко начал сливать, причём несправедливо. Ну и Калаш, подождите, вот вам Калаш. Как я и говорил, часто тут Калаш можно увидеть. И бывает такое, что он с триками Калаш-Калаш-Калаш сыпет там 2-3 раза подряд, потом снова сыпет, и ты уходишь в дикие плюса. Ну, я поверил, что это М-ка выпадет, но не повезло. В любом случае, пожалуйста, дружище, прямо сейчас накорми меня сладостями, а именно АВП Азимов. Мы соберём первый скин для команды. Стой, стой. Ну, почти, ребятки, почти и тут не докатило. Смотрите, как мы близко к АВику уже практически. Ну, давай, только без всяких шуток, без всяких иронических. Ладно, что я несу? Я несу уже полнейший бред, потому что хочется АВик побыстрее выбить, и мы для этого всё прилагаем. Ну, опять Калаш дропается, это хорошо, это плюс АВ, но, пожалуйста, можно АВик? АВик, мы за АВиком пришли. Вот я говорил вам, что с триками дропается, и это приятно. Так, хорошо, хорошо, мы можем заметить, что АВик нам не хочет выпадать от слова совсем, но мы будем топить до Талова. Давайте хотя бы ещё минутку посидим здесь, если, опять же, не будет никаких отдач и результатов, то пойдём на другую АВ. Кейс и Эмка выпадает, ну, хорошо, что Эмка, ну, лучше бы АВик. Хорошо, ребятки, я предлагаю закончить именно на Азимове, потому что тут уже слишком много насыпало, и он продолжает сыпать, посмотрите, какой стрик. Это очень круто, что у нас такой плюс-файп день, но АВик мы, скорее всего, уже не выбьем, дальше могут быть пустые спинчики, опять Калаш. Подождите, может, мы сейчас так наобузим себя? Ну, нет, уже всё, халява закончилась. Я предлагаю Эмку пока что оставить, АВик тоже оставить, и попытаться выбить действительно крутой дроп. Так, для этого давайте перейдём к реддеру. Нам нужно всё-таки АВик выбить, поэтому ищем кейс с АВиком. Ну вот, кетчору... нет, это слишком другой АВик. На Нуар не подходит, я бы сказал. Давайте АВП кейс, что ли, по дефолту АВП кейс будем крутить, потому что на нём мы... Или тайна, давайте в тайну одну штучку. Просто 10 раз по... Что? У меня уже голова кипит, ребятки. 10 штук откроем, давайте посмотрим, что выпадет. Ну нет, АВика тут нет, и не пахнет. Пожалуйста, просто Азимов. Вот здесь шанс тоже неплохой, достаточно неплохой. И я тут уже много раз выбивал. Здесь я очень часто вижу АВик. Тут золотой карп, диггл, который дорого стоит. На Нуар, но на Нуар это не то, что нам нужно, но окуп есть. Так, хорошо, 5 штучек, пожалуйста. Пожалуйста, прямо сейчас АВик. Мы его так хотим, мы его так хотим. Азимов это наша цель. Ну нет, нет, дружище, пожалуйста, без Камо. Прямо сразу, вот было бы шикарно, если бы он сразу выдал. Но мы переходим к плану Б. План Б это у нас открывать обычный кейс с АВиком. И здесь я уверен, что мы хоть какое-то распространение, которое у меня на данный момент в инвентаре, выбьем. Потому что, ну не могу я не поверить в это, то что ничего не выпадет. Ну 15 тысяч выпадает. Ребятки, я вот думаю, змеиная кожа вроде топскин, А стоит 8 тысяч, ой, не топскин, точнее, я хотел сказать, что это не очень скин, но стоит 8 тысяч. И от этого у меня голова кипит, потому что Азимов стоит 7800, а змеиная 8 тысяч практически. Это нормально на нуар, но это мало. Ребятки, давайте фастом будем грузить, я уже готов к любому исходу. Ну, не получилось у нас выбить с вами, так сказать, ему АВик Азимов, но хотя бы Скоростной Зверь тоже он сойдет, он красивый. И последнюю попытку сделаем, конечно же, но если что, продадим. Ну, ладно, Скоростной Зверь пусть останется тогда в таком случае. И, ребятки, наша цель сейчас выбить хороший Диггл. В чем фишка? Можно попытаться в Волынкейс пойти, но в Волынкейсе мы, скорее всего, все сольем. Поэтому давайте попытаемся теперь выбить хороший Диггл, что в моем понимании хороший Диггл. Это, как минимум, код красный, поток информации. У меня сейчас поток информации, это, наверное, самый лучший скин, поток информации. Слишком имбалансный, и я его до сих пор храню, поэтому хотелось бы какой-нибудь код красный хотя бы минимально выбить. И у нас фармится при этом пропуск, максимально приятно. Если у нас не получится выбить, и мы будем в таком минусе посредственном, то, скорее всего, мы рискнем. Мы рискнем. Но стоит учитывать, что это все рандом. Это все рандом. Пожалуйста. Хоть бы выпал. Ну, последнюю попытку сделаю, и пойдем другие кейсики открывать подороже. Ну, океанское побережье, кстати. Кстати, вот у Диггл океанское побережье можно оставить. Он красивый. Он у меня был. Раньше он стоил подешевле, конечно, либо курс повысился. Но мы его оставим. Теперь наша задача выбить рефлу. Но рефлу я хочу выбить на биткоин-кейсе, потому что биткоин-кейс... Ну, тут дешево стоит биткоин, тут шансы маленькие. В таком случае я предлагаю перейти на мой самый любимый кейс, который может либо окупить, либо не окупить. Тут, конечно же, азимов часто может выпадать золотой карп, но стоимость кейса дорогая. Давайте попробуем для начала хотя бы какой-нибудь рефлу выбить. Ну, по 90? Нет, нет. Ну, я не имел в виду рефлу такого качества. Это ужас, ребятки. Это худший дроп, который мог выпасть нам. И чтобы вы понимали, здесь обычно АВГ дроп, который я вижу, это 10 тысяч рублей. Ну, перчатки говно, юз пик норм. То есть, ну, окупились, юз можно, конечно, оставить, но мы хотим все-таки топовый дроп, и мы рискуем. Мы не стоим на месте, мы разными схемами пытаемся обморвать. Хорошо, АВГ есть, АВГ для майн снайпера готов. Это уже хорошо, и 3000 у нас на балансе остается. Мы АВГ себя оставляем, конечно же, это топ, то, что мы выбили. Но, если так учитывать, то мы в хороших плюсах, и закрепить, конечно же, засекреченным кейсом можно все. Но, мне кажется, что не повезет. Давайте на последний день я это открою. Но нам удалось два АВГа выбить уже, и Диггл. То есть, Диггл, океанское побережье. Это уже неплохо, я считаю. Ну, элитное снаряжение, еще один АВГ. День АВГов у нас получился. Конечно же, мы его продадим. Оставим еще на следующий выпуск. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ребятки. Всем пока-пока.